АЛЕКСАНДРА ЛИСИНА ИГРОК КНИГА ПЯТАЯ СЛОВО ИШТЫ ПРОЛОГ ЗНАНИЕ ПО ЗАИМСТВУЮ УМНОГО СОВЕТА СПРОСИ У МУДРОГО А ОПЫТОМ ПОДЕЛИСЬ С ДОСТОЙНЫМ СОВЕТ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА Заслышав шум приближающегося экипажа, Алла Конройд, начальник юго-западных ворот Райданы, мельком взглянул на сияющие в небе луны и выразительно поморщился. В последнее время благородные господа завели привычку возвращаться домой под самое закрытие. Знают же, что врата столицы должны быть закрыты строго до полуночи. Однако это не мешает господам выскакивать перед самыми створками за пару осинов до того, как те полностью сомкнутся. Вот и сейчас луна уже почти в зените, а кто-то опять мчится так, будто тварь в собственной постели увидел. Немолодой стражник сокрушенно вздохнул и, сетуя на дурные развлечения богатеев, пошел встречать припозднившихся гостей. Когда из темноты с грохотом вынырнула большая карета, он прищурил под слеповатые глаза, пытаясь разглядеть герб, чтобы решить, надо ли кланяться до земли или можно пожалеть больную спину. Однако, к собственному удивлению, обнаружил, что на дверцах не красуется ни единого знака. Ни герба, ни символа древнего рода, ни чем айт не шутит королевской короны. Простая черная карета, запряженная четверкой резвых вороных. Увидев скакунов, стражник, поколебавшись, все же решил, что имеет дело с благородными. Уж больно хороши и были кони. Поэтому, стоило корить и притормозить, он поклонился, селись разглядеть цвета какого-нибудь из знатных семейств, чтобы окончательно определиться с мнением. Были бы это черно-фиолетовые тона лордов Таворта, он бы поспешил отпрыгнуть на обочину, чтобы не зашиблись горяча. Были бы черно-алые тона дома Торок, рискнул бы, наоборот, подойти к самому окошечку, потому что вдова Торок нередко баловала незаслуженной серебрушкой. Заметив зелено-рыжие цвета дома Биар, он бы обрадовался как родной маме, потому как молодой лорд-наследник недавно окончил службу и еще не забыл, как тяжко бывает простым солдатам, вернувшимся к мирной жизни. Ну а если бы там красовались золотые листья Таллара, имело смысл не просто поклониться до земли, но и опустить оружие, потому как телохранители старого лорда были очень нервными и с легкостью могли принять рвение бедного служаки за нехорошее намерение. Однако никаких знаков, как еще раз убедился Аллокон, на карете не имелось. Даже сидящий на козлах кучер был одет совершенно нейтрально. Простые кожаные штаны, маячущая в темноте бледным пятном светлая рубаха, короткая, небрежно распахнутая на груди куртка и... Начальник караула аж вздрогнул, когда заметил под курткой характерную выпуклость чешуйчатой брони. А потом и ножны увидел, которые кучер даже не подумал спрятать. Длинные ножны, с такими простые люди не ходят. На мгновение у старого служаки мелькнула мысль о душегубах. Но тут незнакомец мягко спрыгнул на землю, скользнул вперед поразительно гибким движением и, оказавшись рядом, негромко спросил. — Мы не опоздали, уважаемый. До закрытия ведь еще есть время. Алакон Рой чуть не отшатнулся, увидев перед собой чистокровного Скорона. Не узнать его стражник не мог. Скороны настолько выделялись среди обычного людо, что только слепой не распознал бы характерных черт. И только они могли сутками щеголять в тяжелой броне, не испытывая дискомфорта. А старый вояка, к тому же, еще не успел забыть, какими воинами были эти звери. И не забыл, как выглядит и сколько стоит чистый Адарон. — Нет, господин. От кареты отделились еще две тени, и в мгновение ока оказались перед стражником. — В чем дело? Нас не хотят пускать, разве мы опоздали? Алакон Рой все-таки попятился, когда рядом с первым материализовались еще двое Скоронов, таких же рослых, вооруженных до зубов, и выжидательно уставились на побледневшего стража. — Святой Алар! Да на кого ж ему не повезло сегодня нарваться? Кого принесло в Рейдану на ночь глядя? Раз уж ему служат независимые и гордые Скороны, да еще трое. Причем один из них ничуть не гнушался работы простого кучера, а двое других ехали даже не верхом, а соглашались торчать на подножках, как простые слуги. — Нет, уважаемые господа! — отыскал, наконец, пропавший голос старый ветеран. — Вы как раз вовремя. Ворота закроются только через три минки. Скороны переглянулись. — Я ж говорил, успеем! — усмехнулся кучер. — Если б не успели, мы бы стерли тебя в порошок! Недовольно буркнул второй Скорон, отворачиваясь от старика. — Но мы же успели! Парочка обменялась еще одним странным взглядом, а затем все тот же, недовольный Скорон, раздраженно отмахнулся. — Ладно, лихать, считай, что на этот раз тебе повезло. Поехали! Аллакон Рой даже глазом моргнуть не успел, как они ловко запрыгнули обратно. Потом кучер свистнул, щелкнул кнутом, и неопознанная карета вихрем влетела в распахнутые ворота. Однако напоследок, пролетая мимо оторопевшего стража, один из держащихся на подножке воинов все-таки повернулся и молча кинул старому воину полновесный золотой. После чего карета с чужаками бесследно растворилась в запутанном лабиринте ночных улиц.